...отборочной кампании на Евро-2016, во многом с тем, что был приглашен тренер, скажем так, из прошлого. При всей нашей огромной, искренней и основательной любви к Гусу Хидинку, но сейчас, конечно, это не тот тренер, которым он был в 2002-2006. У нас сегодня обзор. Ох, Крузу, как здорово наносил удар. Ну, вот эта ситуация, когда мяч прилетел во вратаря, чуть в сторону, и там, конечно, у Еруна Зута было бы масса проблем. Очень плотный, достаточно сильный удар. Может быть, он получился чуть-чуть таким совсем... Вот сейчас поймать на контратаке можно Каллиджори. Разгоняет атаку по центру, передача, баздос, касание, бьет куда угодно, но не в ворота. Вот он, баздос. Там, где нужно продавить, там, где нужно, пользуясь терминологией Евгения Савина, подставить угол головы. Вот это баздос, да. А там, где нужно исполнить, в касание, на бегу, да еще и в дальний угол обвести вратаря, то есть в центре Люк Де Йонг, номер девятый, чуть левее под... Давайте посмотрим за этим моментом. И здесь должен забивать дос. Баздос так и есть удар из центра штрафной... Удар, в общем-то, из штрафной площади. С ним справляется зуд, но на добивании абсолютно никем не прикрытый. Баздос отправляет мяч в ворота. 1-0. В пользу Вольсбурга еще раз смотрим. Диагональ, скидка в исполнении Крузе, геловаги обрабатывают мяч и без помех наносит удар, и абсолютно без помех встречает здесь отскок Дост. Это, конечно, провал в обороне, так нельзя играть в защите. Зуд оставлен был здесь на растерзание своими защитниками, и ничего поделать, конечно, был не в состоянии со вторым ударом. С первым-то справиться было непросто. Стремительно так выскочил мяч из-за защитников. Зуд большой молодец, что он вообще среагировал на этот удар, и Досту уже никто не мешал забивать. То, что делал ПСВ, очень исправно в первом тайме, снимая верх при подачах на... ...своих особенностей после перерыва, как у нас уже изменился счет, и снова идут гости... ...снова идут хозяева, естественно, вперед. Это прекрасный удар Дракслера. Зуд сегодня хорош. Подача опасна, 2-0. 2-0! Макс Крузе! После передачи с правого фланга... ...без какого-то изыска. Ну, кроме того, что все просто очень качественно сделано. Да, вот удар Дракслера, и дальше к отскочившему мячу здесь поспевает Калиджури. Зуд опять здесь тащит очень непростой мяч. Ну, вот как так можно играть в обороне? Брума... ...пролетает мимо. Пять человек ПСВ стоят на ногах крепко, как влитые в собственный штрафной. Но все они здесь для мебели. И Брума не успевает на этот мяч. Крузе, играя на опережение, отправляет мяч в угол ворот. Здесь, конечно, даже двух великолепнейших по сегодняшнему вечеру. Зудов не хватило бы, чтобы вытащить этот мяч. 2-0. Проходит эта передача. Пропер. Есть слева Гуардада. Ему следует передача. Левая у него. Бьющая правая для ходьбы. Подбирал ногу. Пробил, естественно, с левой. Вот из этого положения. Вот куда здесь бить? В ближний угол. Потому что не было забитых голов. Локадия. Что, пенальти? Да. Да. Вечер перестает быть томным. Дик Бинальо. Шел правило на линии штрафной. А штрафная это часть. А линия это часть. Штрафной площадь. Нет, там был Эктор Морено. Прошу прощения. И дальше Локадию, Бинальо. Да. Вот здесь хорошо видно, что контакт был. Это желтая карточка. И 11-метровый. И теперь очень нам интересно, сколько же добавит Диана Майенко. Пенальти. И концовочка может быть очень-очень жаркой у нас. Но пока суть да дело, конечно, игра затянется. Сейчас Вольсбург будет в карьере за ПСВ. Разбег. Удар, Бинальо. Игра закончена. Вольсбург. Не пропуская гол. В самой концовке встречи. Не позволяет ПСВ в эту игру вернуться. А, это Брене бил? Ну, нет, нет, нет. Конечно, мы просто глазами Брене смотрим на поле сейчас. Вот еще раз спасение Бенальо. Прекрасный сейф. Бенальо становится героем этой игры. Он, правда, до этого нарушил правила, что, в общем... Субтитры сделал DimaTorzok